Рождественская звезда Ребята, можете на меня не рассчитывать. Все, что я заработаю, пойдет моей матери и сестрам на Рождество. Говоривший был маленьким мальчиком-газетчиком с правильными чертами, открытым лицом и яркими глазами. Его одежда, хотя и была с многочисленными заплатами, выглядела опрятно. Но послушай, Вилл, Рождество бывает только раз в год. И почему бы нам, ребятам, не устроить банкет? Чтобы люди вообще знали о происходящем в мире, если бы мы, мальчишки-газетчики, не снабжали их газетами. Кто за то, чтобы устроить банкет? «Поднимите руки!» Поднялось несколько рук. Одни грязные, другие чистые, а некоторые в пятнах. Но рука Вилла осталась опущенной. «Послушай, Вилл, почему ты не идешь с нами?» Мальчик поколебался на мгновение, а затем сказал. «Ребята, у нас дома сейчас очень трудное время. Жареная курица и фруктовый пирог нам недоступны. Индейки слишком дорогие для нас. И, ну, ребята, если вам так уж хочется знать, единственное, что у нас детей есть хорошего – это любовь нашей матери. Посмотрите на эти заплатки. «Моя мать пришила их!» «Видите носки?» Моя мама чинит одну и ту же пару носков уже больше года. Она стирает и гладит их ночью после того, как я ложусь спать. «Каждый стежок маминой иглы и нитки – это стежок любви. Однажды ночью, не так давно, я открыл глаза и увидел, как слезы моей матери капают на рукав моего пальто, в то время, как она накладывала латку на этот локоть. Знаете, ребята, лучшее, что у меня есть в мире – это моя мама. А лучший рождественский подарок, который я когда-либо получал – это любовь моей матери. Если бы у меня был миллион долларов, я бы отдал их все своей матери в обмен на ее любовь. Нет, нет, ребята, для меня никакого банкета до тех пор, пока я знаю, что моя мать морет себя голодом, чтобы у нас, детей, было больше еды. «Ну, – ответил один из ребят, – если бы у меня была такая мать, возможно, я бы чувствовал то же самое. Все, что мы получаем в нашем доме – это хорошая взбучка от пьяной матери. Я намереваюсь на Рождество хорошо поесть, даже если у меня никогда не будет другой возможности». Ребята стояли на тротуаре у одного из парков. Внезапно они были напуганы криком «Осторожней!» И в следующее мгновение мимо них промчалась ошалевшая лошадь. Вилл был сбит с ног, и вскоре его отнесли в соседнюю аптеку. Он даже не понял, что произошло. Вскоре выяснилось, что у него сломана рука, а тело в нескольких местах покрыто синяками. В тот момент, когда мальчик пришел в снознание и обнаружил, что произошло, он сказал «Отведите меня к моей матери. Она позаботится обо мне». «Хотя это совсем не тот рождественский подарок, который я имел в виду, что она должна была получить. Слушайте, ребята, кто-нибудь из вас, сходите к нам домой и спокойно расскажите ей об этом. Не врывайтесь внезапно и не пугайте ее. Но скажите, что это не опасно и... Ну, просто скажите ей, что я ее люблю». Мальчишки вытерли глаза, и один из них сказал «На этом наш банкет заканчивается». «Ребята, я пойду скажу матери Вилла». «Как вы думаете, может быть, сказать ей, что мы дадим деньги, которые собирались потратить на банкет, чтобы ей помочь на Рождество?» «Сердечные. Обязательно мы так и сделаем», – был ответом. Том умчался, чтобы сообщить новость матери Вилла, в то время как добрые руки помогали нести раненого мальчика к нему домой. Дом, в который его принесли, был бедным, но все было чисто и опрятно. В дверях стояла женщина, и достаточно было одного взгляда, чтобы понять, что она мать Вилла. Нищета и голод не смогли лишить ее красоты, и в ней чувствовалась утонченность, которая говорила о лучших днях и более счастливой обстановке. «Рождество еще не наступило, мама», – сказал Вилл, – «но я уже дома. Не волнуйся, я справлюсь с этим, и у нас еще будет хорошее Рождество». Мать нежно поцеловала сына и сказала, «Нет, я не буду волноваться, пока у меня есть Бог и ты, и Джози, и Мэгги, и Тот. Когда наступит Рождество?» «Вилл, это будет хороший день, что бы он ни принес!» «Он принесет вам кучу вещей, миссис Сэнфорд!» – выпалил Том. «Мы, парни, отказались от банкета и собираемся принести вам то, что Вилл не может принести сейчас. Не волнуйтесь, не волнуйтесь ни капельки!» И тут грубый парень заплакал и выбежал из дома. Прошло несколько дней, и наступил сочельник. Ночь была светлая. Вилл спал на кровати, а мать сидела рядом, делая вид, что читает. На самом деле она держала старую Библию в качестве щита, чтобы скрыть слезы, которые текли по ее щекам. В голове ее проносился рой мыслей. Прошло всего чуть больше тринадцати лет с тех пор, как отец закрыл перед ней дверь и велел никогда не возвращаться. Мужчина, которого она любила, не был модным щеголем, которого отец выбрал ей мужья, и втайне она отдала руку мужчине, которому задолго до этого отдала свое сердце. Все шло хорошо, пока три года назад ее муж внезапно умер. Она оказалась без средств с четырьмя детьми, о которых нужно было заботиться. Не решаясь обратиться к отцу за помощью, она боролась изо всех сил, всем сердцем она полагаясь на Бога, которого мать научила ее любить. Ее дети были для нее утешением. Они унаследовали добрые качества обоих своих родителей. Слезы ее лились неудержимым потоком. Размышляя, она также прислушивалась к голосам двух младших детей, вместе стоявших у окна. Мэгги, ты видишь вон ту яркую звездочку? Интересно, не эту ли звезду видели тогда волфы? Если это так, то она сейчас смотрит прямо на нас. Может быть, Иисус находится в этой звезде, и если он там, он не забудет нас, правда? Ну да. Тот посмотрел на Мэгги, когда та сказала, Иисус любил маленьких детей. Тот, когда он был на земле, и я думаю, что он любит их до сих пор. Это очень яркая звезда. Должно быть та самая, которую видели волфы на востоке. Я тоже так думаю, сказала Тот. Возможно, Джози услышит некоторые из этих вестей. пока ее нет. О, Мэгги, Иисус должно быть, любит маму. Она такая добрая. Я думаю, что он послал эту звезду, чтобы сказать нам, чтобы мы ждали хороших новостей. А где же была Джози все это время? Мать думала, что она зашла к соседке, куда часто ходила, и поэтому не испытывала никакого беспокойства. На улицах большого города бок о бок шли изобилие и бедность, богатство и нищета, счастье и голод, радость и горе. Некоторые несли в руках свертки, в то время как другие в своих сердцах несли бремя. Все это видел любящий Бог. Над всем этим сияла яркая звезда. Но что это? Вдруг на одной из улиц люди остановились и прислушались. На ступеньках крыльца, ведущего к освященному особняку, стояла маленькая девочка, похожая на светлого ангела с небес. Высоко над головой сияла яркая звезда, которую видели Мэгги и Тодд. Это была их звезда, и это была ее звезда. Джози тоже увидела ее и каким-то образом почувствовала, что звезда, принесшая благую весть о великой радости в Алфам на равнинах Вифлеема, появилась снова, чтобы принести благую весть им. Она поднялась по ступенькам, чтобы приблизиться к звезде, а затем, совершенно не замечая людей, глубоким, нежным голосом запела. Это ночь Рождества, чудный свет освящения. Он сверкает в глазах благодарных людей. Это радость и искры и слезы прощения. Все на лицах восторженных божьих детей. Это ночь Рождества, нежный свет умиления. Он ложится на сердце счастливых людей. Это радость, надежды и слезы прощения. Все на лицах восторженных божьих детей. Когда она пела, ее взгляд был прикован к звезде, и даже ее руки были подняты к ней. Люди смотрели на нее, словно среди них появился ангел. Все были очарованы ее лицом, голосом, сияющими глазами, поднятыми руками. Вдруг кто-то, посмотрев в ту сторону, куда она указывала, воскликнул. «Посмотрите на эту звезду!» Взоры толпы устремились к небесам, и снова им показалось, что к ним донесся голос, говорящий, «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям!» Лицо Джози светилось от радости, и даже собравшаяся толпа нисколько не тревожила ее. Звезда с доброй вестью была над ее головой и в ее сердце. «Кто ты, дитя мое?» спросил джентльмен, который поднялся по ступенькам, где она стояла. «Я Джози Сэнфорд, сэр», ответила девочка. Джентльмен вздрогнул и повторил, «Сэнфорд? Джози Сэнфорд? Скажи на милость, Джози, где ты живешь?» Она рассказала ему и, отвечая на другие вопросы, рассказала о матери, братья и сестрах. «Ого, сэр, вы видите звезду?» «Я уверен, что в нашем доме есть какие-то хорошие новости для нас, и я должен поспешить домой и рассказать об этом маме. До свидания!» Девочка ускорила шаг, пока не добралась до своего дома, а затем, тихо войдя в комнату, подошла к матери и спросила, «Ты видела звезду, мама!» Мэгги и тот закричали, «Мы видели ее!» «Мама, подойди и посмотри скорее!» Мать тихо подошла к окну и увидела там необыкновенную яркую звезду. Пока она смотрела, ее лицо озарилось новым светом, и в ее сердце воцарился великий покой. Голоса разбудили спящего мальчика, он тоже подошел к окну и посмотрел на звезду. На лестнице послышались шаги, за которыми последовал стук в дверь. В комнату вошла компания мальчишек-газетчиков во главе с Томом. Они несли узлы и корзины, провизию и домашнюю птицу, сироп и сахар, игрушки и репу, пожелания и виноград, радости сельдерей и вещи, о которых никто, кроме тех, кому их не хватало, никогда бы не подумал. Том был представителем счастливой компании. «Миссис Сэнфорд», сказал он, «это наш банкет. Мы не собирались приходить до завтрашнего утра, но когда собрали все вещи, то просто не смогли больше ждать. Вот почему мы принесли их сегодня вечером». «Если это не слишком рано, мэм, мы желаем вам и Виллу, и Джози, и Мэгги, и тот счастливого Рождества». «Не так ли, ребята?» «С Рождеством Христовым», хором ответили ребята. Лица матери и ее детей были зрелищем, на которое стоило посмотреть. Гостей приветствовали улыбки и слезы. Мать и три девочки поцеловали каждого из них. Затем Тодд сказала «Я знала это, я знала это, в звездочке был Иисус, и он видел, что мы с Мэгги смотрим на нее». «Что ж, ребятки», сказала миссис Сэнфорд, «У вас будет свой банкет». «Я хочу, чтобы вы все завтра поужинали с нами в честь Рождества». «Да, мальчики, завтра вы все поужинаете с миссис Сэнфорд и ее детьми, но это должно быть в доме ее родителей, а не здесь», сказал джентльмен, которого никто не заметил, так как он стоял в коридоре. Миссис Сэнфорд вздрогнула, когда обладатель голоса вошел в комнату. Маленькая Джози в тот же миг бросилась к нему. Она была похожа на свою мать и к тому же была ее тезкой. Джентльмен простянул разно. Пока сегодня вечером я не увидел твое лицо и не услышал твой голос. Моя внучка Джози стояла на ступеньках и пела, глядя на звезду. В ней я снова нашел тебя. О, как мы с твоей матерью молились о том, чтобы это время пришло. Но задолго до того, как он закончил, дочь снова оказалась в объятиях отца. Дети прижимались к своему новообретенному дедушке. Мальчишки-газетчики с удивлением смотрели на это. Вдруг малышка тот подбежала к окну и закричала. «О, дедушка! Звезда все еще здесь, и она сияет ярче, чем раньше!» И послала звездочке воздушный поцелуй. Наступило рождественское утро, и застало их всех в доме изобилия. Стул, который долгое время стоял пустым за этим столом, снова был занят, а рядом с ним стояли еще четыре стула для новообретенных внуков. Вы простите, было ли это Рождество счастливым? Вы спросите, было ли это Рождество счастливым? Вы лучше спросите тех газетчиков, которые пришли в два часа. Был ли у них когда-нибудь такой банкет до или после? Или видели ли они когда-нибудь дом, в котором вифлеемская звезда сияла с таким великолепием? Над землей все еще сияет звезда, и будет сиять до тех пор, пока у всего человечества не наступит счастливое Рождество. Рождество счастливое Рождество Рождество счастливое Рождество Рождество счастливое 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 Рождество сч Продолжение следует...